Доброе утро, мои хорошие! Сегодняшнее моё утро началось с этого красавца. Он меня прям достал в прямом смысле этого слова. Будил меня всячески. Хулиган. Ты чё разлил воду, дурачок? Или ты написал тут? Нет, это вода, видимо. А так у нас он воспитанный. Много получилось. На, ешь. Приятного аппетита. Оп. Оп, оп, оп. Когда слишком много насыпаешь ему в мисочку, там вот этот приятный аромат, он выветривается, и Твиксик не ест. Поэтому по чуть-чуть. Как проголодался, так насыпаю. Встала я сегодня поздно. Надо собрать постель. И это делается вот. Вот. Вчера искупалась, опять сделала гофре, но уже не так объёмно. Мне очень нравится, как смотрится, когда делаешь хвостик. Это просто такой пышный хвостик. Безумно красиво смотрится. Нанесла консилер, хотя очень редко его наношу. Не люблю консилеры, потому что у меня особо синячков под глазами нету. Хотя даже когда есть, я не наношу, потому что консилер очень сильно сушит кожу под глазами. Я стараюсь избегать эти участки, потому что у мамы тоже рано появились морщины в этой области. Поэтому я как бы маскируюсь по-другому. В детстве у меня были огромные синяки под глазами, а сейчас всё терпимо. Нормально, как говорится. Что касается кожи, некоторые спрашивают, как состояние кожи после ракутана, появляются ли прыщи. Всё замечательно, прыщи не появляются. Пока что я боюсь радоваться, боюсь, что пока что рано, потому что я слышала, что иногда через полгода, через год ситуация повторяется. Но пока что всё идеально. Мне всё нравится. Жирный блеск появился. Раньше, когда я пила раку, там я вообще пудрой не пользовалась, потому что кожа была очень-очень сухая и необходимости в этом нет. А сейчас смотрите, в каком состоянии у меня пудра. Это буквально за месяц. Я постоянно припудриваю лицо. Потому что этот жирный блеск меня прям раздражает. Не нравится он мне. Сегодня, что мы будем делать с мамочкой? К сожалению, ключи от квартиры мы так и не получили пока что. Он попросил 3 дня. 3 дня будет завтра. Надеюсь, что на третий день у меня таз ключи. Мы уже пойдём смотреть. Снимать всё для вас. Будет много контента. Но сегодня мы пойдём выбирать мебель. Многие спрашивали, буду ли я жить там. Или всё-таки я буду сдавать. Я пока что не решила. Не знаю. Второй раз, когда посмотрела квартиру, мне настолько она нравится, что мне хочется жить там самой. Но с другой стороны, я понимаю, что дома нам проще будет с мамочкой, если мы будем жить вместе. Короче, видно будет. Пока что буду обставлять. Надо сходить сегодня. В 3-4 места мы уже собираемся пойти сегодня. Конечно, мебель я точно не знаю. Сколько, насколько надо. Кухонная мебель. Но спальню я знаю. Стандартная спальня там будет отлично. Я хочу белую мебель. Очень хочу. Белый круглый стол. Можно даже овальный на кухню. Не знаю, найду я такой или нет. Но у меня просто в мечтах есть белый стол. Я безумно его хочу. Вообще, хочу, чтобы квартира была светлая. Поэтому сегодня будем ходить по магазинам в интернете. Я уже как бы 2-3 инстаграм-магазина уже себе приметила. Там мне понравилось 2 комплекта. Вот этот вот. Очень нравится. Как вам? Пишите в комментариях. Конечно, это не писк моды. Я понимаю. Но я просто рассматриваю среди бюджетных каких-то комплектов. То есть то, что мне нравится на 100%, это будет стоить полмиллиона рублей. Понимаете, да? А я выбираю... Вот, например, вот этот комплект стоит около 35 тысяч. Ну, это супер бюджетно. 40 тысяч. 45. Ну, 50. Ну, где-то в этой ценовой категории. Чтобы не сильно прям дорого было. Потому что, возможно, я буду сдавать. Зачем? Все равно в этой квартире все так себе. Потому что я буду сама как бы делать там ремонт. Я хочу на одной стене просто рисовать. Вы знаете, что я люблю рисовать. Я хочу одну стену на кухне разрисовать. Не то, что разрисовать. Сделать рисунок. Вот. Как в скетчбуке. Ну, что-то у меня мама против. Мама говорит, зачем это надо. Пишите в комментариях, как вы думаете, стоит это делать или нет. Но все, что я буду делать, я буду вам показывать обязательно. Как я срываю обои, как я крашу стены, как мы там собираем мебель. И все, 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 все. Так что вас ждет очень много интересного контента. Вы знаете, вчера я читала комментарии, и там одна девушка написала такое ощущение, что у тебя начался новый этап в жизни. И вы знаете, это ощущение не покидает меня. Вот после покупки квартиры у меня такое внутреннее ощущение, что начался новый этап. Это знаете, как выходишь замуж, и вот что-то новое в твоей жизни. Сейчас тоже я чувствую себя такой взрослый, там у меня хатка, я там что-то думаю, что купить, как, почем. Вот, это, конечно, безусловно, приятно, бесспорно. Но кажется, что вот за этот день я просто повзрослела. Ну что, макияж уже у меня готов. Я заляпала бант тушью, потому что смотрела параллельно Дом 2, и все мое внимание было на телефоне и на ютубчике. Ну ничего страшного, макияж готов. Сейчас бегу снимать мукбанг, и потом уже с мамой одеваемся и идем за мебелью. Я, кстати, вам поснимаю, покажу варианты, которые мне понравятся и которые я собираюсь купить. А еще можете меня поздравить. У меня закончился тон от Revolution Pro в оттенке F2. Он был супер плотный, это было просто как замазка, поэтому его нужно было совсем капелюшечку, и, следовательно, он мне шел очень долго. Но, слава богу, я его закончила, и он отправляется в пустые баночки. Как вы знаете, у меня есть вот такая вот коробочка с пустыми баночками, и тональные тоже отправляются сюда. Чувствую, что в конце года никто не будет смотреть видео с моими пустыми баночками, потому что все все уже увидели. Но ничего. И, конечно, беру в использование новые тональные. Это все мои основы. Здесь пудры, румяные хайлайтеры, здесь тоже помады. Господи, сколько всего у меня, это все хочу добить. А что касается тональных, давайте возьмем вот этот вот от Rimmel. Он как раз где-то на 10% уже закончился. Теперь буду добивать его в косметичку. Бабушка мне сказала, что она едет в деревню. По вашим советам я решила вещи, которые я не ношу, не просто выбрасывать, а отдавать где-то в деревне. Может, кому-то понадобится. Вот есть такая рубашка. В принципе, она не в плохом состоянии. Просто ее надо погладить. Я решила дать бабушке, чтобы она отвезла в деревню и, возможно, кому-то там отдала. Еще есть такие джинсы с такими дырочками. В деревне такое носят. Хоть я уже не ношу, там даже покупают и носят. Так что нормально. И еще одни джинсы, они уже с высокой посадкой. Такая обычная классика. Опять же, дело в том, что мне уже не нравятся вот такие протертости. Я много всего покупаю, все просто залеживается. Если сейчас не отдам бабушке, будет еще годик где-то у меня тут в шкафу, потом придется выбросить. Чем выбрасывать, лучше кто-то будет это носить. Сейчас еще посмотрю, что у меня есть в шкафу. Ненужное. Не обращайте внимания на вот эти вот синячки. Это все из-за очков. Я сидела, монтировала для вас видео. Собрала все вещи, которые дам бабушке. Пусть отвезет в деревню, даст кому нужно. Возможно, кто-то из соседей будет это носить. У меня просто шкаф забит. Некуда это все класть. Поэтому решила немного разгрузиться, так скажем. Много чего выбрала. Послезавтра бабушка с тетей уезжают в деревню. Как раз вместе с ними это все отправлю. Еще у меня открытое окошко. Этот шум, так что не обращайте внимания. Свежий воздух и все дела. Сейчас мы с мамой быстренько одеваемся и направляемся в один магазин мебели. Я в инстаграме кое-что там выбрала. Просто хочу посмотреть вживую. Поснимаю немножко те модели, которые мне понравились. Также просто пройдусь по магазинам. Я очень-очень хочу белый стол. Прям приятный такой на ощупь. Пусть будет не супер бюджетный, не супер дешевый, но красивый. Красивый такой, знаете, инстаграмный, так скажем. Также кухни будем смотреть, хотя мы даже не измерили. Мне до сих пор не дали ключи. Я все жду. Но хотя бы я буду знать, сколько стоит погонный метр той или иной кухни из разных материалов. Будем присматриваться. Пока что конкретно ничего покупать не будем. Просто посмотрим, сравним цены. Это приятные мелочи. Вот реально. Когда ты купила квартиру, ты хочешь ее заполнить, и ты ходишь и выбираешь кроватку, выбираешь кухонку, стол, стул. Ну что может быть лучше? Учитывая тот момент, что я выбираю из супер бюджетного сегмента, есть вот такой вот спальный гарнитур. Но он в кремовом цвете, а я хочу белый. Также мне понравился вот такой вот стол со стульями. Но мне кажется, этот вариант больше подойдет для какой-то огромной дачи рядом с бассейном. А для меня, для однокомнатной квартиры с очень узкой прихожей подойдет такой шкафчик для обуви. Я правда не сразу сообразила, как он открывается. На самом деле все очень удобно. Для моей узкой прихожей самое то. Что касается гостиной, туда я не собираюсь собирать посуду и все такое. Вот этот вот стиль, это совершенно не мое. Не люблю, когда что-то видно. Круглый стол, который я искала. Наконец-то нашла. Он очень даже красиво смотрится, но сделан так себе, не очень аккуратно. И есть вот такие интересные стулья. Я бы, конечно, хотела, чтобы стол был белый, как вот этот стол. Но он, к сожалению, не круглый. Интересная спинка, такое яркое решение. Мне нравится. Стол такой стоит 1300. Со стульями, кстати, вместе. А такой мне не нравится. Ну, просто вам сняла, чтобы показать. Еще рассматриваю такую прихожую. Она тоже очень узкая и то, что надо. Дальше мы зашли в МВУД. Здесь, конечно, мебель получше, намного. Этот спальный гарнитур мне очень-очень понравился. Даже дело не в фасончике в самом, а дело в качестве. Очень качественно. И здесь же уже в МВУДе мне понравился такой стол. Очень аккуратный. Прямо то, что я искала. Стулья тоже очень классно дополняют. Я даже думаю взять два таких синих стула и два зеленых. Самое то, думаю. Он очень приятный на ощупь. Это для меня самое главное. Дальше мы пошли смотреть кухонки. Конечно, цены меня немножко расстроили. Я поняла, что для более-менее кухни нужна приличная сумма. Либо надо брать вообще очень дешевый вариант. С этой мыслью я шла домой и наткнулась, знаете, на кого? Это мама Твикса с котятами. С новыми котятами у нее родились. Посмотрите на этого малыша точь-в-точь копия Твикс. Видимо, они родились от отца Твикса. Вы это видели? У Твикса появилась сестренка и братик. Мама его опять родила. Это что за скорость? Получается, в год один раз она рожает, причем в одном и том же месте. Такие красивые котятки. Видимо, от отца Твикса постоянно рожают, потому что они оба тоже были такой же расцветки, как и Твикс. И там, кстати, есть такой большой, большой котик. Наверное, от него она и рожает. Это, наверное, ее муж. Сыночек, сыночек, у тебя там пара дня. Смотрите, какой сладкий. Сладость. Кстати, я ему это купила. Зашла в ветеринарный магазин для профилактики лекарства от блох. Мне врач сказал, что время от времени надо капать, даже если нету блох, чтобы и не было. Потому что расцветка такая у Твикса, что даже не поймешь, есть ли у него блохи или нет. Что касается мебели, мы походили по магазинам. Я нашла стол, тот, который я мечтала. Я нашла то, что я хочу. И стулья мне нравится, однозначно я буду брать. Просто у меня в квартире есть моменты, которые нужно обязательно решить. Это проблемы, связанные с комби-системой, с горячей водой. И сначала нужно решить эти моменты. После того, как я пойму, что с этим там проблем нету, никакие стены дырявить не нужно, пол там менять не нужно, но после этого я уже начну там выбирать мебель. Сначала должен был идти сантехник, а еще мне сейчас, буквально 5 минут назад позвонил хозяин квартиры, ну бывший хозяин, нынешняя хозяйка здесь перед вами. Вот, и он сказал, что завтра в 10.30 я смогу забрать ключи. А это значит, что завтра я вам засниму хаус-тур. Вы это все увидите. Вот это вот лекарство профилактика от Блох. Его мажут вот сюда, чтобы котик не мог вылизывать себя. И все, Блох не будет. Их и нет, правда, но просто чисто для профилактики этого красавчика. ты чего? Ты чего, Твикс? Ты чего? Ты чего? Стоп, 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 мальчик. Ты что хочешь, чтобы у тебя были Блохи? Ты что хочешь, чтобы у тебя были Блохи? Ты что дурачок? Ты что хочешь, чтобы у тебя были Блохи? Ты мой маленький. Мама хочет, чтобы ты был здоров. Я хотела снять для вас еще один мук-банк, но мама сказала, сколько можно, успокойся уже, посидим вместе в семейной обстановке, покушаем. Я подумала, ладно, ничего. Вот иногда бывает, я три мук-банка в день опубликовываю, и все думают, как это? Это не факт, что все три сняты в один день. Иногда бывает, я снимаю, оставляю, через два-три дня опубликовываю. Хотя раньше не могла себе это позволить, у меня какой-то нервный дик был. Как только я сняла мук-банк, я обязательно должна его опубликовать. Кстати, мам, сегодня обязательно переделываем тебе ноготочки. Думай, какой цвет будем делать, потому что у тебя уже все разваливается. Хорошо. Маму... Я только за. Мама только за. Еще, кстати, тебе педикюр надо сделать, и мне тоже. А мамочке педикюр делаю я, потому что я мастер. Вы знаете, самый лучший клиент это ваша мама, потому что как бы ты ни сделала, она вот так посмотрит, отлично, там все в буграме, отлично. Поэтому в этом плане мама не капризная. Отварили деревенские яйца вкрутую. Смотрите, какие они желтые. Сейчас добавлю масло, сделаю пюрешечку и кушать. Вечерком мы сели делать маме коррекцию. Мам, сколько ты уже проходила с этими ноготочками? Ну, недельки три точно. Еще сопровождение, у нас здесь музыка, ресторан, который находится неподалеку. Они опять в деревне были. Да, ногти опять побывали в деревне, но очень хорошо, мне кажется, проносился маникюрчик. Сейчас будем убирать длину немножечко и какой-то красивый, наверное, нюдовый оттенок. Для начала надо снять покрытие. И на этом этапе я поняла, что мне срочно нужен пылесос. Пришлось стряхнуть полотенце. В общем, сняла я покрытие, осталась база. Базу я не трогаю, пусть остается, она не в плохом состоянии. Просто сейчас уберу длину, сделаю небольшой маникюрчик и нанесу базу. Убрала слегка длину, нанесла базу. Получилось вот так. Вот цвет, кстати, мы тоже выбрали. Это вот такой вот нежный, розовый цвет, так скажем. Очень красивый. Ранее он уже был на ногтях мамы, и мама просто в восторге была от него. Параллельно, смотря какой-то бессмысленный фильм, который мы с мамочкой так и не поняли, закончили делать маме ноготочки. Правда, освещение так странно падает, что кажется, что цвета разные. на самом деле это одинаковые. Один и тот же цвет, такой нежненький. Вам тебе нравится? Ну, что, это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok